Несмотря на трудности, Щёлковский район идёт вперёд. За год в муниципальном образовании построены две школы, два физкультурно-оздоровительных комплекса, открытые набережной юности. На стадии окончания строительства четыре детские сада, ещё два построенные будут сданы в этом году. Закрепить и развить достигнуты успехи – основная задача нынешней администрации района. Закончить благоустройство дворов, привести в нормативное состояние дороги, ликвидировать в течение трёх лет вторую смену за счёт строительства трёх школ и трёх пристроек к существующим образовательным учреждениям, такую задачу ставит пред собой исполнительная власть. Нам нужно продолжить наметивший прорыв, реализовать запланированное, без политических потрясений, без громких лозунгов, спокойно, в рабочем режиме. Общественная палата предложила администрации района усовершенствовать работу с советами многоквартирных домов. Начать решили с обучения председателей советов в основам жилищного законодательства и эксплуатации жилых строений. 36-часовой курс обучения на базе управляющих компаний готовы провести преподаватели Щелковского колледжа в прошлом Московского областного колледжа инновационных технологий. Объём лекционной работы огромный, в районе находится 1527 домов, четверть из них избрали совет. Говоря о кадровом резерве муниципальной службы, общественная палата проголосовала за проект нормативно-правового акта, который бы позволил, цитата, «открыть двери для вхождения новых специалистов в органы исполнительной власти». Когда член общественной палаты может работать с определённой частью населения, активными частями населения, тогда это называется и общественный контроль, и гражданская позиция, и понимание того, что происходит во власти. Благодарственными письмами за поддержку гражданских инициатив отметили нескольких членов палаты. Шести новоизбранным представителям вручили удостоверение. Благодаря активности общественной палаты, участвовавшей в утверждении проектной документации, разморожен процесс строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Ванискино». Именно общественная палата, грубо скажу так, додавила этот момент, и на сегодняшний день этот фокс внесён в разряд типовых проектов. И это большая победа, и победа именно общественников. Юбилейными медалями 90-лет городскому поселению Щёлково отметил активистов общественной палаты глава поселения Александр Шалыгин. Важным элементом в стратегии развития района, по его мнению, должны стать программы по патриотическому воспитанию детей и молодёжи. Одно из направлений деятельности, на которое мы все сейчас обращаем внимание, это, наверное, всё-таки патриотическое воспитание молодёжи. Иначе зачем нам стратегия развития? Если мы сегодня не вложим сюда нашим детям хорошее, доброе и вечное, мы завтра не получим никакой стратегии развития. Также на заседании общественники района предложили администрации 14 октября провести районный митинг памяти героев народного ополчения в защите Москвы в Великую Отечественную войну. Место для отдания почести выбрано у мемориального комплекса «Аллея Славы». В этом году исполняется 75 лет начала сражений за столицу России. Михаил Налётов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щёлково».